Меня зовут Михаил, я видеомаркетолог. Это сегодня такое популярное слово, как и видеомаркетинг. Я сейчас сразу коротко покажу на схеме. Мне вчера Слава заразил схемочками. Что же это такое? Что такое видеомаркетинг вообще в целом? Попробуй очень просто. У нас есть видео, у нас есть цели бизнеса. Нам их нужно соединить. Для этого нам нужно, во-первых, понять цели бизнеса, понять ЦА, и дальше понять, какие видеоролики нам нужно снимать, понять, на каких площадках размещаться, какие инструменты использовать, и все вот это мы умножаем на ЦА. То есть, если мы проработали площадки, инструменты, поняли бизнес-цели, поняли, какие видеоролики снимают, чаще всего это относится к одному ЦА. ЦА чаще всего сегментов много, надо отрабатывать каждое. Еще нам важно понять, что у нас есть бюджет. И сегодняшнее выступление будет не о миллионных и десятимиллионных роликах, а о бюджетах от 100 тысяч до миллиона. Все понимают, что видео – это тренд, нужно его продвигать. Что делать? Делать ли это самим на мобильник, как вчера рассказывали? Или отдать это фрилансеру? Или лучше нанять сотрудника? А может быть, нужно доверить агентству? Так это выступление нестандартное для нас. Мы всегда обычно рассказываем о кейсах и пошаговых действиях, как их выполнять. Поэтому я сразу даю ссылку, советую тоже так использовать, купить домен. 1423.ru. Я рекомендую прямо сейчас перейти по ней, оставить ваш e-mail. Там будет данная презентация, а также много полезных файлов, а также предыдущие выступления. Если вы хотите кейсы по видеомаркетингу, это все будет там. Также хочу коротко представить коллегу Анастасии Салаева. Ее вчера на прямом эфире представили как профессиональная супруга. Если честно, я немножко стеснялся сначала работать в команде в одной семье, но на самом деле это офигенно. Потому что это два человека, которые максимально заинтересованы и помогают друг другу во всем. Если у одного начинается депрессняк, а второй его вытаскивает. И обычно это происходит по очереди. То есть она занимается дизайном и занимается работой с блогерами. И скоро тоже будет пилить ролики на нашем канале. И Анна Прудникова, режиссер, работаем по многим проектам, вот сейчас снимает. Если шо, вы можете ознакомиться. Моя история складывается с того, что я вышел из кинематографа, закончил кинооператорский факультет в ГИКе с красным дипломом мастерская Грановича. Дальше задумались с ребятами. Вот снимаем короткометражки. Я там снял 10 разных коротких метров. Есть победа на фестивалях. Но как мы их снимаем, их никто не видит. Как сделать, чтобы они стали достоянием общества? Как донести видеоконтент до людей? Здесь мы задумались вообще, как можно продвигать и достигать цели бизнеса и любых проектов с помощью видеороликов. Стали погружаться в азы маркетинга, изучать YouTube, проходить кучу курсов. Просто тащимся от маркетинга. У нас такое получилось объединение кино и маркетинга в одном. Такой тут образ представлен. Сейчас объясню. Если вы работаете в B2B, общайтесь с вашими клиентами, и вы можете от них получить очень много опыта. Один из клиентов мне такой говорит один раз с восторженными глазами. Миша, я ощущаю, как будто на меня такой огромный экзоскелет. И я вот все, что я придумывал 2-3 года назад, то, что я придумываю сейчас, я делаю какое-то маленькое движение. И за счет всей команды, когда у каждого своя функция, он это правильно выполняет, у нас просто космическая скорость. И наша задача вокруг себя собрать вот этот экзоскелет, чтобы ускорить развитие или, например, создать продакшн и так далее. И основа это, что мы продаем, когда делегируем. Если мы делегируем, в первую очередь мы покупаем экономию нашего времени. Если бы у нас была тысяча лет, мы могли бы делать все сами, сами все изучить и все это сделать. И наше время экономится, когда мы это делегируем. И второе – это экспертность. Мы обращаемся к фрилансеру, к агентству за экспертностью, потому что они уже прошли путь изучения данной темы. Они могут это сделать круто. И есть два пути делегирования, когда мы погружаемся и когда мы ищем звезд. Я люблю погружаться, потому что я вышел из специалистов. Поэтому я люблю, например, в YouTube процессы или даже вот недавно контекстную рекламу пощупать, потрогать, попробовать сделать все своими ручками один раз поверхностно. И потом ты уже лучше можешь найти исполнителя, лучше его контролировать и понимать сложные задачи, сколько она стоит. Но это довольно долго. Есть люди харизматичные, которые могут вдохновить найти крутых исполнителей, организаторов и будут все делать за них. Вот такие есть два пути. Когда делегировать, потом можете ознакомиться с подсчетами. Суть в том, что наше время можно посчитать в деньгах, сколько мы генерим в час и в день. Например, я очень долго не отдавал монтаж. Я очень много сам монтировал. Считаю, что у меня очень хорошо получалось. Этот опыт я использую сейчас, работая с режиссерами монтажа. Но в какой-то момент я понимал, что это меня тормозит. Потому что то, что я буду монтировать два дня, какой-нибудь режиссер монтажа сделает за пять часов. Он просто безумно орудует в этой программе. Там эти какие-то клавиши знает. Знает, быстро по таймлайну прыгает. Я вообще так не умею. И у меня все упиралось в это. И когда я монтаж отдал, это было просто безумное ускорение. И если мы начинаем делегировать, надо к этому приходить. Я сейчас не хочу рассказывать, как это должно быть по-настоящему в продакшенах. Об этом вчера рассказал Влад. Это общие слова. Своими даже словами сказал. Из чего состоит видеомаркетинг с точки зрения функций. Каждая функция в лучшем случае должна быть отдельным специалистом. Но часто эти функции выполняет сразу. Один человек выполняет все. Есть такое понятие режопер. Вы все знаете его, правильно я понимаю? Отлично. А есть еще понятие опертубер. Понятно? Ну оператор плюс ютубер. Вот бывают такие крутые чуваки, которые еще в ютубе продвигают. Здесь основное про разработку. Я вот эту схему накидал. Это вот связано с разработкой. Здесь основное это стратег, аналитик. И сюда же я включаю тот, кто должен… Когда мы понимаем, какой контент надо снимать и какие инструменты использовать, нужно уже придумать, как его упаковать. Как креативно, чтобы это цепляло и выполняло цель ролик. Креативщик. И все это облекается в текст. И это у нас уже идет сценарист. Копирайтер его можно назвать. Производство я вообще не трогаю. Потому что здесь много спикеров по этой теме. И продвижение. Три ключевых специалиста. Это стратег, это менеджер ютуб, он больше выполняет механику, но ютуб должен знать просто как себя самого, прям все тонкости. И это таргетолог. Таргетолог, он настраивает видеорекламу в ютубе, в гугл эдс. И он настраивает рекламу, например, в фейсбуке таргетированную. Это три ключевых специалиста. Часто они могут заключаться в одном человеке. Иногда объединятся две функции. Но вообще, по сути, должно быть адекватно три человека. А, еще один момент внизу. Наш подход в презентациях, что мы не делаем, как это вообще учит большая картинка, большой текст, какая-то одна фраза. Мы делаем это как мини-инструкция. Мы считаем, что потом вы можете вернуться к ней, вспомнить это, обобщить, а также перейти по всем ссылкам и посмотреть все примеры ролики. Так устроена наша презентация, если вы по сайту зайдете и получите прошлое выступление. Это стандартная схема, которую мы всегда показываем. Есть такое модное слово, YouTube хорошо работает в экосистеме в целом. Здесь основные мысли, что есть много разных площадок, и на каждую площадку по-хорошему должна быть своя функция. Например, вот есть еще в продвижении функция, мы ее называем в общем пиарщик, пиар-менеджер. Тот, кто работает с блогерами, тот, кто организует экспертное интервью с партнерами, тот, кто делает, чтобы ваши видеоролики в вашей компании попадали, например, на телевидение или на какие-то интернет-порталы. Это прям отдельная функция, она напрямую связана с видеомаркетингом. Google Ads — это таргетолог. SMM — это отдельный специалист по каждой социальной сети. А еще нам нужно настроить мейл-маркетинг. Если мы сняли серию роликов как упаковка, это тоже кто-то должен сделать. И хочется ввести понятие, это очень тоже важно в делегировании, это понятие ценного конечного продукта. Если вы продакшен или начинающий видеооператор, кинодел, и начинаете привлекать в команду, очень сложно найти надежного человека, кто будет выполнять с тобой функцию делать классный продукт. И нужно для делегирования понимание, какой же продукт этот человек делает. Причем именно ценный. Не процесс того, что он делает, а что же в конце он должен произвести. Вы должны это понять сами, и чтобы это понял этот человек. И мы накидали, конечно, совершенно далеко не идеально по нашим направлениям. Как мы считаем, это можете почитать. И самое главное, мы рекомендуем книгу по этому вопросу, которую мне рекомендовал наш клиент. Это Александр Высоцкий, «Малый бизнес, большая игра». Это не о малом бизнесе, а вообще о принципах делегирования. Просто шикарно зайдет, кто хочет организовать свое дело. Я не удержусь показать нашу таблицу, еще нигде мы ее не показывали. Это то, как мы замеряем эффективность YouTube продвижения. Слева у нас прописаны KPI, презентацию, когда скачаете, там увидите. Эти KPI, справа у нас прописаны видеоролики, последовательно публикуемые на канале. Или периоды, например, месяц один, месяц два, месяц три. И мы можем в одной таблице, на одном экране видеть общую картину, как ролики улучшаются, результаты в движении во времени или нет. Периода четыре месяца прошло, у нас стал меньше стоимость подписчика, у нас стал меньше стоимость перехода на сайт, у нас удержание выросло или не выросло. Мы можем видеть, что какие-то ролики заходят плохо по каким-то цифрам. Нам нужно из этого делать выводы. Это прекрасная возможность видеть в целом. Это аналитика. Теперь мы переходим к тому, как же мы будем делегировать. Еще раз повторяю, что мы больше для начинающего малого микробизнеса, у кого не хватает бюджетов, говорим. И которое задумывается, хочу делать, а вот как, вот когда мне начать делегировать, когда мне не жалко, уже хоть что-то какие-то деньги давать. Самостоятельно можно делать. Пример. Это вот справа будет ссылочка, презентацию зайдете, скачаете. Здесь, точнее, перейдете на страничку. Магазин рыболовные приманки. Мы для них делали, консультировали, рассказывали о том, какие действия им нужно предпринять для развития своего YouTube-канала. Это такие просто супер монстры мужики вдвоем. Они настолько круто знают свою тему. У них маленький магазинчик в Москве, но они о приманках знают все. Я даже не ожидал, что там есть цвет, фактура, формы, всякие закорючки, штучки. И определенный цвет приманки работает в определенной реке на определенной глубине, в определенный день дня, в определенное время гона на определенную рыбу. И они прекрасно знают и тестируют с рыбаками, ездят, где что лучше работает. И это прекрасная возможность просто рассказать об этой экспертности. Это можно делать с себя, снимать просто на телефон. А рыболовная ниша, вот рыбалка, охота, там снимают ролики по часу, где ты смотришь 10 минут, как там летает удочка, я не знаю, я устал после двух минут. Они смотрят по стотысячные просмотры, я не понимаю, как происходит, если честно. Но такие ниши узкие, их продвигать, они могут это делать сами. И даже продвигать ролики в принципе. Или у них, например, есть такая специфика у разных узких ниш, есть узкие ключевые запросы, например, их брендов, или нишевые запросы, относящиеся только к ним. То есть если человек набирает этот запрос, он точно ваш. И естественно мы обнаруживаем такие запросы у них на сайте. И одна из рекомендаций, ребят, смотрите, первые ролики делаем вот по этим, вылазим в топ, потому что есть ролики в гугле в поиске топ. И значит вы можете просто попасть на их место, это точно ваша теплая аудитория, пусть там будет и мало просмотров. Самостоятельно это вообще формат говорящая голова. Проблемы, когда мы делаем самостоятельно, бич, нет структуры роликов. Нет в конце призывов. Бывает такое, когда ты даже говоришь, что и как снимаете, определена тема, монсируют так, что задают одну тему, вначале дают 10% непонятно о чем, а потом только начинают тему, 90% уже о чем нужно. А в первые 10% все отваливаются. Это такие невероятные глупости бывают. Здесь поэтому все-таки нужен человек, я советую для вот такого начинающего микробизнеса все-таки обратиться за консультацией к любому ютуб-специалисту, какой-то аудит ютуб-канала провести, чтобы он вас направил, чтобы не стали сливать деньги впустую. Или хотя бы прокомментировал видеоролики, какие вам они нужны. И то же самое насчет техники. Если нам нужно снимать не на GoPro, а, скажем, уже все-таки на зеркалку и все остальное, да это можно просто через знакомых попросить какого-то видеооператора проконсультироваться. Обязательно нужно сделать, а потом уже пытаться делать самостоятельно. Еще момент в ютуб, в бич ютуба, когда мы обсуждали на прошлом выступлении, когда заливают ролики, и они там остаются непродвинутые, и еще почему-то ругаются, почему у нас ютуб не работает. Если эта тема развлекательная, в принципе, можно заливать, это будет как-то двигаться органически, бывает такое. Но у нас чаще всего в бизнесе эта тема все-таки нишевая, и без активного продвижения изначального ролики, остается только их перезаливать, и ваша работа пошла на смарку. Поэтому с продвижением лучше сразу делегировать, ну хотя бы ютуб-специалиста, менеджера, может быть, какого-нибудь дешевого, хотя бы, который знает элементарные вещи по оптимизации механики. Ну потом можно уже улучшаться. И к инфобизнесу относятся, когда вы даете полезную информацию, есть чем поделиться, это можно снимать самостоятельно. Фриланс, второй вариант. Здесь уже как раз наступает момент, когда мы начинаем делегировать по функциям. Фриланс прекрасно тогда, когда человек, он разбирается прекрасно в своей теме. Менеджер ютуб разбирается в ютубе. Видеооператор разбирается в видеооператорской мастерстве. И это их преимущество. То есть это не сотрудник, который умеет делать все сразу, которого вы нанимаете и делает везде по чуть-чуть. А вот у них специализация. Самый большой бич у фрилансов, вы знаете, это ненадежность, они могут свалить в любой момент, их очень сложно найти. Но я считаю, хороших фрилансеров найти можно, но нужно заложить большие ресурсы и время для того, чтобы написать на фриланс, сформулировать. Вам напишут 50 человек, из них вы проконсультируетесь, точнее проведете собеседование с 10, из них, дай бог, два будет с кем вы захотите работать. Но найти вот таких вот золотых, какой-то набор фрилансеров, которые вам будут помогать точно на каких-то проектах, это очень круто в этом преимущество. Да, насчет фрилансеров. В пример привожу конкретный. Канал «Яхта на колесах», точнее «Дома на колесах», это второй их канал, который тоже мы ведем. Как схема работы? Мы ведем их YouTube-канал, продвижение, стратегии, все, что связано вот в интернете. Но на продакше они очень довольно хорошо экономят. Вы можете посмотреть ролики, они там скачут, какие-то снимают мы это покачественнее, какие-то они снимают там со своими фрилансерами. У них есть три, скажем, фрилансера-оператора. Они снимают, это аренды и продажи автодомов. Им обзоры снимать точно нужно. Поэтому что они сделали? Они закупили технику, все свое. То есть фрилансер не будет теперь говорить, что вот аренда техники, у меня своя техника, доплачивайте. То есть это довольно дешево. Приглашает видеооператора на съемку, кто может, скажем, из трех. И только единственное, нужно много внимания уделять. То есть сам основатель присутствует на съемке, дает задания, придумывает темы, о чем обзор, а также сотрудник компании является ведущим. Но это реализуется, и плюс еще монтаж у фрилансера. Реализуется бюджетно. А YouTube продвижение они продают. И когда мы работаем с фрилансом, это такие люди, которые постоянно сливаются. Ну вообще, в принципе, такая текучка на везде происходит. И очень сложно каждый раз переучивать и искать нового человека. Поэтому настоятельно рекомендую создать на какой-то процесс инструкцию. Вот пока мы не создали хоть какую-то более-менее инструкцию для нашего канала по видеомаркетингу, что там такие-то всплывашки, они так вот выглядят, вылетают оттуда на такой-то секунде. Вот такой пример ролика, вот так он должен выглядеть, вот такие должны быть вставки, такая конечная заставка. Прям прописываете все до мелочей, отдаете документ новому исполнителю, вот пока он его не вызубрит и что там полностью не сделал, что там написано, а потом останется только доработать. А если он это не выполняет, что там написано, ну значит просто с ним работает, но невнимательный, как бы зачем. Сотрудник. Мы растем, у нас появляются средства, и мы задумываемся, нужен ли нам все-таки внутри компании сотрудник, или же все-таки нам разоряться и давать постоянно фрилансерам деньги. Или нам лучше за 60 тысяч какого-нибудь там чувачка нанять, и пусть он все делает. Скажем, строительная тематика. У меня так получилось, что я работал наемным сотрудником один месяц. Я считаю это очень плохо, потому что я вообще не разбираюсь, как вообще в офисе все устроено. И у меня появилось какое-то понимание, что такое сотрудник. Во-первых, он работает за рабочее время, а не за результат. Мотивация его немножечко меньше. Фрилансер, он крутится, вертится, ему что-то нужно, у него мотивации больше. Но сотрудник, вот скажем, еще один проект, есть, будет пример. Вот Open Village будет ссылка, посмотрите канал. Строительная тематика. Мы для них сделали изначально стратегию, начали делать ролики, поняли, какой это формат. Но они создают ролики по одной примерной системе, такого качества, такой репортажки нарезанной, как вот такого телевизионного формата, режиссер, точнее, журналист плюс оператор. Съемочная группа всего два человека. И реально вот в этой ситуации три ролика в неделю. Это совершенно логично, чтобы взять сотрудника к себе, который сможет видеооператорам снимать эти репортажки, в свободное время приезжать в офис и монтировать. А еще в строительстве, когда объект строится, нужно снимать много этапов, можно разориться на вызове фрилансера. Десять раз на один и тот же объект приехать, да еще далеко. Естественно, лучше иметь сотрудника внутри компании и отталкиваться от этого примера. Опять же, сложно искать. Текучка будет адская вначале. То есть, когда меня тогда взяли, передо мной было человек пять. Даже двое, я помню, две недели работали, но сливались. И главная ситуация, не пытайтесь фрилансера взять насильно работать в вашей компании на окладе. У него другое мышление. Именно это получилось со мной. Нет, можно брать наклад, но нужно к нему по-другому относиться. Во-первых, фрилансер, он привык работать за результат. Например, со мной договорились. Ты делаешь пять роликов в месяц под ключ, сценарий, будешь ездить, продвигать, все делать. Я готов был, у меня глаза горели только после в ГИКа. Мне кажется, очень круто бы это все сделал. Но потом вдруг начинают у меня набрасывать какие-то там дополнительные штуки. Это сними, это сделай, туда сходи. И я понимаю, что я не успеваю выполнить KPI, чтобы получить деньги. На меня навешивают какую-то ерунду, за которую я ничего не получаю. Ну и у меня типа, что? Поэтому фрилансеру давайте свободу, первое и второе, делайте так, чтобы договариваться с ним в основном за результат. Если вдруг вы с ним сталкиваетесь именно на постоянной работе. И за счет сотрудника нужно платить, конечно, отчисление фонда. Но когда много материала, вы понимаете, что это нужно, это экономия большая, очень большая экономия. Ну и качество падает, потому что это человек, который на все руки все делает. Теперь мы покажем ролик. Вы увидите реальные гаражи известных людей. Поговорим с владельцами, расскажем об ошибках при проектировании и ремонте. Покажем, как происходит процесс обустройства. Ваш гараж станет не только местом хранения автомобиля, но и эргономичным помещением, где у каждой вещи будет свое место. И в нем приятно будет находиться. Как обустроить гараж так, чтобы он был удобным? С вами Денис Бутенко и наш канал о том, как сделать гараж идеальным на 100%. Денис Бутенко, основатель компании. Это аплодисменты вам. Не, ну интересная очень тема, нам нравится. Переходите на канал, называется «Гаражтег». И опять же, все ссылки у нас есть. Ну это дорого. Ну это кусается. Единственное, и к чему вообще я показал ролик, это среднестатистическое качество репортажно-постановочных роликов, где участвует, не снимет один фрилансер, а участвует уже группа людей. Сейчас пропишу быстренько схему, кто участвует. И это называется, ну как бы был фрилансер, потом он объединился с другими. Преимущество в том, что это не агентство большое, это не супердорого. При этом каждый умеет делать свое хорошо. И если они еще сплочены и умеют работать друг с другом, это вообще сказка. Но таких надо найти. Самая большая проблема группы фрилансеров, это промежуточное звено. То есть это группа фрилансеров, малые начинающие агентства. Вот примерно вот здесь. У них какой-нибудь, вот в большой компании в агентстве, HR-отдел шикарно настроенный. То есть специалистов проверяют, всегда есть какой-то запасной вариант. Здесь какой-нибудь фрилансер обиделся или ему дали больше денег, он сваливает. Какая-нибудь функция проваливается, и ребята начинают быстренько искать кого-то, берут непроверенного человека, еще не дай бог, как это часто бывает, начинают собирать группу с нуля, не зная никого. Естественно, можно попасть на жуткий результат, отдав свои деньги. Для этого желательно, вот если у нас понятие группы фрилансеров, начинающие агентства, во-первых, близкий контакт с основателем, чаще всего он и специалист, с этим преимуществом он разбирается в теме хорошо. И во-вторых, понять, кто же, с кем он работает, возможно, тоже познакомиться, или вообще понять их компетенция, что есть команда, есть. Так, теперь пишу схему, обещал схему, кто участвовал. Стратег, чтобы понять, какие ролики снимать, ролики вы посмотрите на канале. Стратег, сценарист, тот, кто придумывает сценарии для этих роликов. Там должна быть четкая структура, прописанный текст. Следующий этап, снимают у нас два видеооператора, режиссер. Видеооператоры разгребают функции, помогают друг другу. Это две камеры, свет, механика, в общем, все-все-все функции разгребают. Потом у нас визажист идет и администратор. Если выездные съемки, без администратора очень медленно движутся процессы, мы не успеваем снять, например, пять роликов того качества, который вы увидите. И на монтаже у нас участвует два человека. То есть это режиссер монтажа и это звукорежиссер. И реально очень тяжело объяснить, зачем нужен звукорежиссер. На уровне таких компаний. Но совсем другое восприятие роликов, когда профессионально добавляют звуковой дизайн, оформление эффекта и все вот это вот, чистит звук. Это вообще другой уровень, честно. Я не могу точные цифры называть, но это диапазон. То, что я говорил, от 300 до миллиона. Это или один ролик. Это смотря какое качество. Мы говорим, вот у нас диапазон такой, это одна съемочная смена, но мы за нее можем снять один ролик. Круто-круто. Или мы можем снять серию роликов и в зависимости, хоть это будет 10 больше таких интервьюшек, или это будет 5 уровней гараштека, скажем. Кстати, насчет спикеров еще был момент. Мне кажется, если брать спикера на лицо компании со стороны, может быть, какого-то журналиста, это очень опасно, он в любой момент может свалить. Поэтому очень важно, даже если вы очень боитесь, желательно, чтобы это был там, не знаю, или основатель, или партнер, или кто-то наверху, который точно не кинет компанию и никак не подставит ее в будущем. И это прокачивает ваши навыки общения, и это очень круто. Советую это делать. А, и момент с гараштеком. Как было там устроено? Гараштек нанял огромное большое агентство, не буду называть какое, которое занималось маркетингом и решением вообще, типа, куда мы идем, какие шаги делаем в целом, сайты, лендинги, настройка рекламы, социальные сети. Но он отдал видеомаркетинг нам, ну, если образно говорить, группе фрилансеров. Почему так произошло? Потому что он хотел сэкономить время, чтобы не организовывать там своих или свое дело, первое. Во-вторых, за экспертностью. Во-вторых, что обычно маленькие компании, они более узкоспециализированные, а большие монстры, у них раздутый штат, но зато они умеют делать все сразу. И он одну область от стратегии производства и продвижения роликов отдал небольшой компании. То есть надо задумываться, даже плюсы и минусы, какой вы продакшен, на каком уровне сейчас находитесь. Агентства. Ой, это вообще такая тема. В общем, большое агентство. Извините, меня сейчас могут побить агентства или там Влад или еще кто-то. Есть минусы у агентств. Во-первых, это безумно дорогие деньги. Я сейчас даже не совсем свое мнение, я вот общаюсь с клиентами. Это только минусы, плюсов тоже много. Очень дорого, редко узкая специализация. Проблема, вот прям вот словами, почему-то откуда-то столько безумное количество менеджеров, и ты не понимаешь, что они делают, и мне нужно их кормить. Ну то есть ты плачешь деньги, ты понимаешь, что ты им отдаешь. Вроде рационально они тебе объясняют, зачем они нужны, но ты не понимаешь. Но для сложного продакшена, от трех миллионов и далее, это необходимо. Иначе мы с этой дорогой техникой, с дорогими актерами просто не сможем этот быстрый процесс состыковать. Тогда мы обращаемся в большие агентства. В больших агентствах еще один бич – оплата за часы. Нужно обязательно внутри агентства, чтобы понимать свои затраты, считать по часовку. Но основатель бизнеса, генеральный директор, он никак не может понять, почему сделали задачу, появился какой-то там косячок, нужно переделывать, и тебе присылают чек на счет на 30 часов для трех специалистов. Ну извините, ребят, вы должны были сделать результат, и без разницы, как вы это сделаете, как долго, сколько вы там дополнительных людей будете. Поэтому если мы работаем с большим агентством, первое, они полностью вас разгружают максимально по организации всему, но с другой стороны, мы не расслабляемся, мы должны, если это даже генеральный директор, и маркетолог, все должны участвовать, чтобы сформулировать свое ЦА, свои задачи, что вы хотите, показать референсы, чтобы было, так сказать, ТЗ, чтобы результат был… Даже большие агентства могут сделать ХЗ, если не было хорошего ТЗ. И это относится к большим компаниям, скажем, Samsung, а я обожаю агентства, я знаю всю их историю с самого начала, я ZebraHero рекомендую. Они когда-то снимают для группы пик, для Samsung канал делают, и там уровень ролика для таких больших компаний, где премиум сегмент, где важна упаковка, это агентства большие по-любому. Здесь просто не потянет… группы фрилансеров это не потянет. Очень мощный… из-за того, что мощный штат, много крутых специалистов, это огромный плюс агентства. Еще один момент, когда мы группа фрилансеров, есть все-таки основной человек, и он несет какую-то ответственность моральную в основном. В агентстве много специалистов, и очень часто… А менеджер, он не разбирается вообще в принципе часто в том, что происходит. И получается все друг на друга начинают спихивать, там продажи не увеличились или результат не добились, это SEO-шник виноват, это нет, это плохо видео сняли. Друг на друга сбрасывают. Если это один человек делает или хотя бы там три, скажем, здесь уже другая совсем ответственность. Есть такая проблема тоже в агентствах. И агентства, большие агентства, очень мало времени уделяют маленьким компаниям. Причем прям с пролонгированием сроков, с каким-то немножко… Прямо страх божий, я наслушан. Поэтому если вы маленький, лучше туда не соваться. Если вы Samsung, только туда. Я не знаю, я так бы сформулировал, можете со мной поспорить. Важная штука с коммуникацией. У нас от агентства, это преимущество, есть менеджер, который занимается только коммуникацией с вами. Плюс приезжают много-много разных специалистов, которые отчитываются или предлагают по своим областям. Это удобно. Есть другая проблема. В вашей компании тоже должен быть человек, сотрудник, который на себя стягивает всю информацию с вашей компании и передает, коммуницирует с агентством. Самое страшное, когда работаешь с клиентом, общаешься одновременно с коммерческим, с генеральным, с маркетологом, с SEO-шником, и они друг на друга сбрасывают. И ты пытаешься говорить, ну с кем мне коммуницировать. Они отдают какую-то девочку менеджера, она ни в чем не разбирается, ничего там не может узнать, пробить, и это ад. Вот нельзя так делать, и всем хуже становится сразу. И мы переходим, еще следующий этап, а все-таки, а видеоотдел внутри своей компании, когда создавать. Это стоит делать, когда мы четко поняли, что видеоканал работает, что у нас уже пошли какие-то результаты, что у нас уже повышается доверие, есть смысл вкладывать деньги. Если нам нужно качество, то, которое я примерно показал, вот на таком вот уровне, минимально, достаточно для введения, например, бизнес-влога, здесь уже надо задумываться о создании видеоотдела. Есть такой момент, это мои размышления. Если у нас есть услуга создания отдела продаж в компаниях, я, честно говоря, ну надо поискать, да, есть ли у нас создание видеоотдела или контент-отдела в компании. Как факт, найти исполнителей, всех сорганизовать, поставить задачи, сделать, как бы выстроить процессы, и эта команда работает в компании. Это экономней, чем если это будет работать тоже агентство, каждый раз отдавать там по 500 тысяч, да, серию роликов. Гораздо выгоднее. Самостоятельно это сделать сложно, потому что те, кто работает в компании, обычно не разбираются в этих процессах, как делегировать, если ты не разбираешься. И очень круто, бывают такие штуки, вот есть сотрудник в компании, и он долго с вами, и он уже, у него появилась компетенция, то есть он как вот мастер на все руки, и он как раз вокруг себя начинает собирать команду. Я вам советую пройти курс или пообщаться с Денисом из Genius Marketing, я фамилию забыл, это мы у него обучались. Он как раз с нуля в Genius Marketing, это обучение бизнесу, инфобизнесу, можно сказать так. Рассказывает о том, как они создавали отдел внутри своей компании, видео, из кого он состоял, какие функции, что важно в делегировании, какими там пользоваться программами. Мне очень понравилось, что говорил, кажется, Влад вчера. И вот Trello, это тоже ту программу, которую я называл. Это просто монстр коммуницирования, коммуникация самая важная. Опять же, видеоотдел, его содержать дорого, но это дешевле, чем большое агентство или с фрилансерами постоянно платить. Но уровень качества будет, не знаю, как там блог Собчак или каких-нибудь известных людей, или того, что я сейчас показал. То есть выше он не поднимется. Это надо очень глобально делать продакшн внутри. Возможно, это кому-то нужно, но обычно это очень сложно и бессмысленно. Легче отдать агентству, когда у вас такие бюджеты есть. И для видеоотдела необходим качественный чар, поиск специалистов, это там прям вложение, срезы денег, времени. А, где ищем исполнителей? Немножко накидал, но основные моменты. Вот удивительно. Я в Фейсбуке, ВКонтакте не сильно продвигаюсь в личном. Пишешь пост, ищем того-то, для того-то, для чего-то. Откуда-то прилетает куча сообщений. То ли у них у кого нет работы, то ли как-то сарафанк начинает работать, именно на поиск работы. Это вы можете знакомым сами выложить как-то интересную картинку, сформулировать задачи творческие, как вакансию. И вам может прилететь очень много желающих, которых можно рассматривать, посмотреть портфолио. И очень крутой ресурс. На втором курсе в ГИК, когда я был молодым студентом, к нам пришел с продюсерского факультета парнишка, и говорит, ребят, кто хочет поработать, поснимать в кинотеатре «Пионер»? Репортажка плюс монтаж. Я такой, я хочу. И я снимал там просто за сущие копейки, и снимал, и монтировал, потому что тогда я еще не зарабатывал. Амбиции. И я делал просто на максимум качество, потому что я хотел развиваться. Не зря же я учусь в ГИКе. И здесь возможность в киновузах, рекламных школах, на молодых курсах искать молодых дарований, но это тоже средства времени, чтобы найти тех, кто может с вами работать и строить видеоблог в компании. Остальное стандартно. Единственное, такие моменты. На фрилансе, если мы пишем, пишем, что это единичное задание, например, серия роликов или ролик, или продвижение в YouTube, там, двух роликов. И уже когда начинаем общаться, только после этого говорим, что мы хотим на постоянку ищем человека, потому что на постоянку там нужно, ну, платить дополнительно, короче говоря. Поэтому единичное задание даем. Я обобщаю все, что сейчас было. Вначале у нас ничего нет. Мы делаем самостоятельно. Рекомендую единичные заказы отдавать. Первое, проконсультироваться с видеооператором, проконсультироваться со специалистом YouTube или стратегом. Видеопрезентацию в зависимости от вашей ниши и бизнеса, возможно, нужно качество упаковки. И важно правильно структурировать все смыслы и мысли в рекламном ролике или видеопрезентации. Значит, видеопрезентация, рекламный ролик все-таки единичный нужно отдавать. Спасибо. Дальше. Делегирование по должностям. Это я вам все проговорил. Серьезно. Третье. Один сотрудник внутри компании. Мы задумываемся о том, чтобы взять специалиста, если им нужно постоянное количество роликов при определенном качестве. Мы начинаем его натаскивать, долго искать. И нам нужно специалистов желательно несколько. На самом деле это уже видеоотдел выстраивается. Это продвиженец по настройке рекламы, там залив роликов в YouTube. И тот, кто одновременно и режиссер, и оператор, вот такой вот специалист. Лучше вот два, чтобы их было. Дальше. Следующий этап – это группа фрилансеров. Если мы хотим экономить время, мы сразу к ним обращаемся. Я рекомендую, крутая фишка, конечно, я себе это хуже делаю, обратитесь к группе фрилансеров или агентству ради того, чтобы получить стратегию, понимание, куда двигаться, узнать, как эти процессы устроены, а потом просто все это повторить в себя в компании. И вот, то есть, под узкую задачу, если хочется скамернуть время, сделать качественно, не очень дорого. И агентство, вот, собственно, я написал, да ради стратегии под качественную проектную работу. И уже потом отдел внутри компании, если считаете нужно, к этому идет, постоянное количество роликов нужно сэкономиться, мы переходим. Я повторяю о том, что 1423.ru за любой консультацией, советом, в любой момент обращайтесь, посмотрим канал. Я сначала думал, может провести какой-то конкурс, розыгрыш, а я говорю, зачем? Просто пишите и поговорим.